Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Мало того, что порой избиратели не могут найти существенных различий в политических партиях, представленных в российском парламенте, так они еще и сами стали путаться. В разделе блогов на сайте вязком наблюдателя появилось сообщение о том, что лидеры КПРФ решили поздравить с днем студента своих партийных товарищей и послали тем телеграмму. Однако в тексте поздравления аббревиатура красных каким-то образом превратилась в совершенно другие четыре буквы. Справедливости ради стоит заметить даже идеологически другие, ЛДПР. Практически такая же телеграмма в итоге ушла еще и в Иваново. Хотя, может быть, в этих городах партийцы самые что ни на есть противоречию любой логике идеологические друзья. Инфопресс Обвинения против Навального не складываются, считает соприседатель РПР Парнас, член движения «Солидарность» Борис Немцов. Поэтому, как пишет газета «Репортер», по его мнению, чтобы придать хоть какую-то солидность происходящему, не нужны показания Никиты Белых. Отсюда и обыски с главной целью даже не найти что-то, что представляется совершенно абсурдным, учитывая, какое внимание было привлечено изначально к вскрытой переписке губернатора с оппозиционером, а банальное закошмаривание Никиты Юрьевича, который лжесвидетельствовать не собирается. Именно это, по мнению Немцова, больше всего и раздражает Бастрыкина. Если это действительно так, то становится понятно, что использование кнута никаких положительных результатов СК пока не дают. Остается только ждать, каким может быть пряник. Инфопресс Между тем, сам Никита Юрьевич, судя по всему, минимально переживает по сути всего происходящего. Как пишет газета «Бизнес новости», накануне следователи вновь допросили губернатора о проведении сделки по продаже уржумского спиртзавода. Глава области не поменял своего отношения к сделке и настаивает на том, что она прошла законно. И подчеркнул, что и далее готов сотрудничать со следствием, которого, судя по заголовку «Бизнес новостей», он не боится. Так или иначе, думается, губернатор заранее знал, в какой лес идет, чтобы избавиться от страха тамошних волков. Инфопресс В Твиттере на днях появились сообщения, о сути которых кировчанам стоило бы, наверное, задуматься. В одном из таких, например, которые ретвитнула ведущая Эхо Марина Королева, говорится, «На выходные еду в Волгоград для участия в празднованиях по случаю 70-летия битвы под Сталинградом». Интересно, что будут писать в сети в преддверии 650-летия Кирова. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс